Патриарх Московский и всея Руси Кирилла светил Кафедральный собор святого апостола Андрея Первозванного в Геленджике. На службу пришли сотни верующих. Среди них полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Храм уже прозвали православной жемчужиной на берегу Черного моря. Его строительство длилось 7 лет. Согласно церковному преданию, апостол Андрей дошел до окрестностей Геленджика с евангельской проповедью. В завершении божественной литургии глава Русской Православной Церкви вручил губернатору края орден преподобного Андрея Конописца Первой степени за внимание и помощь в строительстве собора в Геленджике. После службы состоялась встреча патриарха Кирилла с Владимиром Устиновым, Вениамином Кондратьевым и митрополитом Григорием. Каждый ваш приезд – это праздник у нас. Это в прямом смысле духовный праздник, потому что край связан с православием очень тесно. На встрече глава Кубани поблагодарил патриарха Кирилла за совместную работу с кубанской митрополией, направленную на строительство новых храмов, а также приобщение детей и молодежи к богатому духовному наследию. Сегодня в регионе работают 74 казачьи школы, почти 5000 классов, 40 детских садов. Жители края с детства впитывают историю и культуру православного казачества. Вы значительно опережаете многие другие регионы. Еще раз хочу сказать, не только потому, что здесь теплый климат и замечательные условия для жизни, но и сохраняется очень сильная православная традиция, в первую очередь выраженная в казачестве. И вот сегодня с большой радостью я совершал богослужение, слышал, как пел казачий хор, такими народными распевами, исполненными силой, мощью, крепостью. И понимал, что вот так поют только на Кубани. Вот дай Бог, чтобы наша духовная сила не оскудевала. Спасибо огромное за такую очень емкую, краткую характеристику кубанского народа, казачьего народа. На самом деле он такой, он сильный, неугомонный. Это стержневой народ. И самый главный стержень – это сила духа. Духа. Вот стержень нравственно-духовный. И вот сегодня нам важно сохранить его уже в молодом казачьем народе. Вот тот стержень, который был в их предках, которые более 230 лет пришли на эту землю и поверили в то, что Господь их не оставит. И вот они смогли. Смогли эту землю передать нам в сегодняшний. Но с Богом. И край всегда, как я говорю, знаете, он был боголюбимым. Но народ был боголюбив. И вот важно, чтобы мы сохранили вот эту взаимность. Потому что потеряв, не дай Бог, этот стержень, духовный стержень, нравственно-духовный стержень, мы можем потерять многое. Мы должны сохранить нравственность, духовность. Конечно, и в казачьем народе, и в нашем народе. А для этого нужны храмы, соборы, церкви. Нам нужны Божьи дома. Ранее патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма в честь святых, благоверных, князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев в Новороссийске. Глава РПЦ также возглавил божественную литургию в новосвященном храме.